вместе с вами буду солить рыбу делаю это впервые вот таких у меня три кусочка я их сначала высушила на салфетке будем укладывать мой контейнер на килограмм рыбы надо 2 столовые ложки мы сделаем вот так с вами и нужно также сахар сахар чуть-чуть все сделаем на глаз сверху положим зернышки черного перца делаю это впервые не знаю как получится можно еще лавровый лист но почему-то я не положила сейчас добавлю лавровый листик вот сюда лаврушку и накрыть контейнером скачу холодильник вот и все привет друзья мои как со школу пью чай я светлана так врачусь как ребенок новым годом здесь не пахнет всем привет друзья мои с вами я светлана то светлана то только вечером прозрела для видео потому что я встала в девять часов до сих пор я разобралась как наступил вечер и пришло время ужина утром мы покушали в и цели с мужем завтрак я короче пока все не доем все кушать кто-то из вас очень беспокоился за меня что сильно похудела вот все и мое хорошее ну а потом я конечно сяду на диету какую диету на правильное питание буду следить за собой не знаю посмотрю сейчас у меня что хочет душа я то и делаю то и кушаю некоторые мои подписчики которые очень переживают за моего мужа ашкэма что его пора на диету садить да не переживайте вы моя хорошая кто там написал мне смотрите за своим ашкэмом если он у вас есть а мой ашкэм меня устраивает как есть и также я его устраиваю какая есть хоть я толстая сейчас потом буду худая он никогда в жизни мой муж мне не сделал замечание что у меня там жиры где-то живот торчит ему нравлюсь такая какая есть натурал и он мне нравится но есть у нас аппетит сейчас мы кушаем когда нету аппетита мы летом и вообще не хотим кушать потому что такая жара так что вот такие дела что там и муж там по телефону ругается ски не ругается возмущается не знаю слышите вы или нет а я здесь сижу на своей уютной кухне так хорошо сидеть у нас такая теплота друзья вы посмотрите у меня футболка с короткими рукавами это просто я делаю я сейчас только что поняла свои цветочки они скоро у меня все распустятся осталось совсем чуть-чуть и прямо все сразу такие воп и зайдут сейчас я смотрю я кстати приготовила сегодня приготовила сегодня с нам новый обед почему потому что я вчера отварила куру фасоль фасоль передержала ее переварила она у меня знаете как пюре вышло он мой такое не поесть но я его в контейнер и спрятала потом думаю что же можно с пюрой его пюре сделать тебе он как это пюре но не знаю может что нибудь когда нибудь куда нибудь и нибудь чем нибудь использую и мясо отварила бульон и мы вчера кушали жареную рыбу как вы видели а сегодня я решила и сделать такой овощной соус этого мяса картошечка морковка добавила рожек и даже кукурузу я не знаю первый раз так делаю вот я приготовила такой красивый салат моему мужу очень понравился с такой капусты на базар же мы не пошли зелень нету чтобы у нас остался еще чай кофте вот чай кофте у нас осталось со вчерашнего дня видите мы кушаем то что хотим сейчас ночью я тоже поела эту лепешку сыром и мужу очень понравилось он два куска съел хотя ночью он никогда не ест несмотря на то что вы говорите что мой муж обжора он всегда знает норму он никогда не поест 12 часов что-нибудь такое сытное не тесто не хочу пори не бутерброд если он проголодался то он только кушать яблочко иногда иногда вот я вам показывала что он может быть что-нибудь себе приготовить это редко когда он значит плохо поужинал накануне еще о чем хотела с вами поговорить по яшкам сегодня убежал сам погулять потому что я была очень занята очень и и я физически не могла выйти и он принес второй видите ему так понравилось это он пошел купил мне тряпки там я попросила его сейчас я приготовила соус я вам покажу как он выглядит очень красивый кстати но у меня млеет смотрите такой плов мне я сегодня сделала без разных добавок без вермишельки без ничего и вот такой у меня красивый соус много мяса много мяса не знаю что получится а сорти видите сколько мяса и вот моя пюре я даже да и видите кастрюлю испортил как у меня получилась рыба ну вот вчерашняя тыква тыкву я сотворила она не годится она вся водянистая вообще не понравилось вот так вот я спрятала рыбу я ее сегодня поменяла наколола кстати закрыла ее пленкой как лучше увидела видео там наколола зубочисткой и она уже посмотрите сколько пустила сока и перевернула я ее уже сейчас при можно есть она посмотрите цвет поменяла уже она сейчас готовая но я не буду ее пока кушать у меня достаточно и я не знаю что я буду делать с этой тыквой она у меня везде и здесь и здесь посоветуйте что можно с ней сделать может варенье можно но она не вкусная она вот такая вот водянистая это я же не буду ей пять килограмм здесь давиться скажите мне тут еще у меня осталась копченая курица мы тогда не поели ну сколько можем есть а тут вот контейнер лобби холодильник уже кричит закрой меня вот наш ужин так чуть-чуть уборка я не занималась так ничего не делала сегодня отдыхала что душа хотела кушала и отдыхала и я если честно очень устала так буду кормить ашкыма то надо ответить на какой-то вопрос что-то вы мне задавали вот хоть хотелось ответить но кое-кому я ответила уже ответила и думаю какие люди изменчивые столько лести у людей и вдруг в один момент они взрываются и и становятся твоими врагами я просто поражаюсь не буду говорить конкретно о ком и чем но когда хорошо общаешься вплоть до такой вот объяснение в любви и вдруг в один месяц день может это зависти или что прорывает так человека что он так оскорбляет тебя я в шоке было но ничего бог этому человеку судя я не обвиняю его может жизнь заставила его так сказать но я человек честный хочу сказать вам никогда не буду вам врать то есть все что есть говорю кстати я вчера сделала очень много обрядов перед на рождественской ночью очень много моя знакомая позвонила ты как делала обряды ритуалы и гурнет я говорю пришли мне пока она мне прислала я зашла гугли набрала и сделала простые буквально пять или шесть и сегодня нужно было лечь спать ни с кем не разговаривать какой не разговаривать сколько раз вставала и разговаривала ну всю ночь мне снилась моя работа я сама об этом не знала но вылетела с головы а то бы предупредила вас раньше так что не извините даже вы загадывайте желание постоянно 11 февраля начинается новый год по старым обычаям так что поэтому мои хорошие загадывайте желание и верьте в то что у вас все получится вы будете счастливым человеком вы будете здоровым верьте вы сами можете себе вылечить это действительно действует у меня был знаете в жизни такой случай расскажу вам у меня было в жизни такой случай когда я жила в батуми и ну вы знаете там батуми каждое застолье каждый день рождения обязательно напитки вино это обязательно но в грузии мы живем и мы у меня было такое положение ужасное ой сейчас мусорщик пришел а там мусор и приду к нам просила мусор и сейчас расскажу вам такую историю ну просто это было смешно как на себе как можно себе внушить что-то и действительно это произойдет мы жили с первым мужем с бабушкой пожилой и тот момент было очень какой-то кризисный вообще ну от зарплаты до зарплаты помню это зарплата сразу же заканчивалась мой муж не приносил вообще домой денег и все зависело от меня а благо тому что я летом закручивала все консервации все у меня был полный наш гараж там сарай можно сказать на улице и и компотов и разных закруток и болгарские делали синенькие делала и зеленая лобби у тела и разные подливы и разные аджики разные какие-то соусы делали кетчуп зимой была такая уже знакомая ситуация что эти консервации меня всегда выручали дети были маленькие быстренько что-нибудь картошечку там и они у меня кушали все что я готовила я из ничего что-то могла приготовить и наступило на день рождения мы пришли с моими сотрудницами подружками ко мне домой я знала что если что картошку там это все мама мне помогала там что-то этот но выпивки у нас не было и мы значит я думала что мой муж мне хотя бы какую-то ну бутылку вина принесет уже я не мечтала о подарке но он так как любил любил алкоголь и я думала что он принесет и он явился естественно с пустыми руками мы сели за стол начали значитель уже кушать и я взяла себе компот говорю девочки самое здоровье считайте что это алкогольный напиток это вино красное и я так внушила себе что я пью вино а не компот я знаете что опьянела настолько сильная сила внушения я опьянела от этого компота и вот это никогда не могу забыть даже вот когда у меня допустим болит что-то я вот так вот и зуб болел или что так могу внушить себе и что все у меня проходило ну как-то как-то облегчалось так что мои хорошие никогда не портите себе настроение по глупостям и верьте что вы все можете сам исполнить ну только не естественно что это курица станет мясом такое не может быть то что касается чувства их вы можете сделать так что загадывайте желание у вас еще много дней пишите на бумаге бумага любит и как и естественно если не можете прочитать только конечно в мыслях обдумывайте каждую свою мечту я постоянно повторяю и вышла вчера на балкон со свечкой все соседи там с той стороны чтобы не видели в общем я готова полностью я уверена что у меня все испутится и желаю вам исполнить желание все пошли мы кушать я тоже ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления